Уважаемые участники видеоконференции и приглашенные гости! Сегодня Центр Интеллект продолжает серию образовательных видеоконференций. В данный момент в Центре проходит образовательная сессия по математике и по физике, поэтому здесь присутствуют учащиеся данных сессий и приглашенные гости. Тема сегодняшней видеоконференции – телепортация, квантовая телепортация – уже существует и работает. Давайте поприветствуем лектора, доктора физико-математических наук, профессора Александра Ивановича Соколова. Здравствуйте, ребята! Спасибо за аплодисменты, которых я еще не разложил. Со своей стороны мне очень приятно видеть так много молодых людей, которых интересует физика и математика, причем видеть их всех в одном и том же зале. Сегодня это явление, к сожалению, достаточно редкое. Я хочу вам рассказать о тех событиях, которые происходили в одной из областей современной физики за последние 10-15 лет, хотя история гораздо более давняя на самом деле. Речь пойдет о квантовой телепортации. Кто придумал сам термин «телепортация»? Придумали его писатели, которые писали фантастические романы. Идея заключалась в следующем. Им представлялось, что когда-нибудь в будущем будут созданы такие машины или открыты такие новые физические эффекты, которые позволят перемещать материальный объект, скажем, человек или космический корабль, в другую точку пространства, ну, практически мгновенно. Именно, даже не перемещать, а переносить таким невидимым образом. Вот тут был и пропал, а вот здесь вот не было и возник. Вот об этом мечтали фантасты. И назвали это явление телепортацией. Ну, теле это далеко, да, большое расстояние. Апортация и перенос от слова «порт». Порт это то место, куда прибывают корабли, потом самолеты и так далее. Ну, вот и всегда считалось, что это, ну, порождение писательской фантазии. И ничего подобного быть не может. Хотя, на самом деле, в квантовой механике еще в 30-е годы рассматривались подобные вещи, правда, не на уровне больших макроскопических объектов, а на уровне маленьких частиц. И вот совершенно удивительным образом, эта идея, которая зародилась в каком-то таком зачащем состоянии, это к году в 35-м, она долгое время лежала под спудом, ей никто не интересовался. И где-то вот в 60-е, 70-е, 80-е годы к этой мысли стали потихоньку физики возвращаться. Почему так произошло? Исторически это можно объяснить. Дело в том, что квантовая механика, созданная в 20-х годах прошлого века, занималась объяснением свойств окружающего нас мира. Как устроены атомы, как устроены из атомов молекулы, как устроены твердые тела. Объяснил очень многие свойства твердых тел. Очень долго физики бились над разрешением проблемы сверхпроводимости. Вы знаете, что при низких температурах некоторые металлы проводят ток без сопротивления. Не с маленьким сопротивлением, а вообще без сопротивления. То есть может ток течь сколь угодно долго. Возьмите кольцо, возбудите там электрический ток. Никто не подскажет, как это можно сделать. Пронеси рядом магнит за счет эффекта электромагнитной индукции. Пойдет ток. И вот этот ток будет течь сколь угодно долго. Конкретно я подстоялся в течение двух с половиной лет. Взяли положили сопроводящее колечко, возбудили там ток, подождали два с половиной года, посмотрели, ток течет. Фантастика, да? Вот в обычных проводах вы выключаете, выключаете, выключаете выключатель, свет гаснет сразу же. То есть это прекращается мгновенно. Так вот, и эти чудесные явления физики объяснили. Я имею в виду тех физиков, которые занимались физикой твердого тела. Ну, квантовой механикой. Потом создавали теорию элементарных частиц. Работа в этой области очень сильно стимулировала атомный проект. Атомный. Ну, известно, что война всегда движет науку. Почему? Движет очень быстрыми темпами. Взрыв атомной бомбы, потом водородной бомбы привел косвенным образом прогрессу физики элементарных частиц. Этим занимались несколько десятков лет. Сегодня здание теории элементарных частиц, по-видимому, почти построено. Мы узнаем, так это или не так, через несколько месяцев. В июле в Женеве запускается самый мощный ускоритель, на котором будут поставлены опыты, которые позволят вынести приговор современной так называемой стандартной модели. Модели, которые объясняют устройство всех элементарных частиц, известных сегодняшний день. Ну, вот квантовая телепортация, вот эти тонкости квантовые, они как бы немножко старания были. Ими занимались отдельные люди, как и в свободное от работы время. Я здесь почти не шучу. Известный американский физик Белл говорил, что он всю неделю работает как инженер по ускорителям, а по воскресеньям он квантовый физик. Это его дословное выражение. То есть он как бы занимался этим в свободное от той работы, в которой ему было порочено время. Ну и вот постепенно стало ясно, что вот эта идея переноса чего-то куда-то невидимым образом за бесконечно короткое время может быть реализована. Но правда перенос не больших материальных объектов, так сказать, не человека, не кирпича, не космического корабля, а перенос информации. Причем информации, переносимой очень маленькими частицами, микрочастицами, электронами, фотонами и так далее. Давай встречу, Картин Ксаш. Вот. И когда сегодня говорят о квантовой телепортации, то имеют в виду, конечно, не перенос макроскопических объектов, больших тел. Имеется в виду, в первую очередь, конечно, перенос информации, передачи информации. Вот, оказывается, передавать информацию таким способом, как я сказал, в одном месте сформулировали что-то, и в тот же момент стало известно об этом самом, в другом месте, причем без прямого обмена частицами. Вот, оказывается, это можно сделать. И вот как это делается, я сегодня постараюсь вам по возможности попроще объяснить. Итак, речь пойдет о переносе информации. Ну, и единиц информации является бит. Об этом многие слышали, да? Ну, правда, все слышали о всяких мегабайтах, килобайтах и гигабайтах. Ну, бит – это меньше байта, да? Это единичка информации. Что такое бит? Это когда вы выбираете из двух вариантов один. Вот, значит, если вам кто-то сообщил, что монетка упала определенным образом, то тем самым вам сообщили один кусочек, один бит информации. Бит по-английски кусок, да? Вот такая элементарная единичка информации. Она очень часто используется в современной вычислительной технике и теории передачи данных. В радиотехнике это все стало уже вообще известным. Ну, вот этот самый бит надо как-то передавать. В конечном счете все, что мы получаем, и телевизионные изображения, и звук, все это передача в цифровом виде, передача на языке этих самых битов. Итак, как, значит, передается информация в данном случае вот путем этой самой загадочной телепортации? Ну, первым делом используются носители. Вот здесь носителем информации являются отдельные элементарные частицы. Вот в компьютере информация передается в виде импульсов, вы это знаете. Каждый импульс это короткий ток, небольшой, маленький импульс тока. В этом импульсе тока много частиц, там больше миллиона электронов в современных компьютерах. Вот здесь речь пойдет о передаче с помощью отдельных частиц. Отдельную частицу можно куда-то послать, направить и приготовить в таком состоянии, чтобы было понятно, какую информацию она несет. Ну, вот здесь приведен пример. Значит, можно использовать для этого кванта света, то есть кванта электромагнитных волн. Вот тут нарисованы красненьким величина электрического поля. Вы знаете, что электромагнитные волны, это колеблющиеся электрические магнитные поля. Если частота этих волн порядка 10-15 Гц, то мы их видим глазами. Если пониже, то ощущаем чем? Инфракрасные лучи чем мы ощущаем? Кожей. Это тепло. Это обыкновенное тепло. Вот загораете, греетесь на сумочке, это на вас действует инфракрасное электромагнитное излучение. Значит, если частота еще пониже, то для того, чтобы под излучение принять, нужен радиоприемник или телевизор. Ну и так далее, и так далее. Ну и вот можно кодировать информацию 0 и 1, просто меняя поляризацию этого фотона. То есть в электромагнитной волне электрическое поле может смотреть вверх, а может смотреть вбок. Значит, если на приемном конце вы принимаете такого рода электромагнитное излучение, то антенна всегда поймет, поляризован он вертикально или поляризован он горизонтально. Если пришел вертикально поляризованный сигнал, пишем единичка пришла. Если горизонтально, пишем нолик. Таким образом, фотон, квант электромагнитного излучения, можно использовать в качестве переносчика информации. Можно использовать частицы другие, в частности электроны. Но все знают, что электроны есть массовый заряд. И кто хорошо учится, может знать даже, чему они равны. Там 9, 1 на 10 минус 31, 1 на 6 на 10 минус 19 кг заряд. Но кроме того, электроны еще собственные вращательные моменты. То есть электроны можно представлять себе как некий волчок. Вот это свойство его было открыто в 20-е годы, и его обычно действительно трактуют как вращение электрона вокруг своей оси, хотя это очень наивное представление. Дело в том, что электрон – точка. А точка вращаться вокруг самой себя не может. Почему? У нее нет измерений. Кстати, знаете, когда догадались, что точка – это то, что не имеет измерений, в это трудно поверить, но эта формулировка подлежит древним грекам. Значит, 2000 лет назад эти люди сидели на берегу Игейского моря. Ну, их, естественно, обслуживали рабы, там приносили виноградное вино, там что там, козьи лепешки, да, мясо, лоб. Народ жил в комфорте и роскоши, и некоторые из них, очень небольшой процент, задумывались, о как устроен окружающий мир. И вот задумываясь о том, как устроен окружающий мир, они что сделали? Они формулировали законы Архимеда. Они заложили основы геометрии и многих других наук. В том числе, они додумались до потрясающей вещи, что точка – это то, что не имеет измерений. 2000 лет назад, оцените. Так вот, электрон точечный, и поэтому крутиться вокруг себя, он не может там нечему крутиться, от одной точки. Поэтому вот это свойство, его называют спином, наличие собственного механического момента, оно является фундаментальным, врожденным. Для простоты можно считать, что шарик крутится вокруг своей оси. Ну, те, кто, как говорится, немножко побольше учил всякую физику, квантовую механику, об этом постепенно забывают и помнят, что у электроны есть собственные моменты. Он – волчок. И маленький магнитик одновременно, поскольку он заряжен, вращаясь, он создает одновременный магнитный момент, магнитное поле вокруг себя. Так вот, этот самый спин электрона может иметь только две ориентации. Вот обычный классический момент, вы это хорошо знаете, он может торчать в любую сторону. Вот Юлу, да, вы с этим сволочком-то, с Юлой, это играли в детстве, нет? Или уже не играли? Или только на компьютере видели? Значит, наше поколение, следующее за нашим, у всех была вот эта игрушка. Значит, раскрутил, и вот оно, значит, крутится и не падает. А если еще дырки насверлили, оно еще и упоет таким красивым звуком. Ну, потом скорость меньше-меньше, оно начинает наклоняться. К чему я это рассказываю? Это потому, что момент вот такого классического волчка, то есть направления, вектор, который показывает, вокруг какой висе он крутится и в какую сторону, он может принимать любые значения, любую ориентацию. Вот квантовый момент спин может принимать всего два значения, плюс и минус один. То есть электронный волчок может смотреть вдоль определенной оси только в двух направлениях, вверх и вниз, и никак иначе. Квантовая механика. Такое вот фундаментальное свойство, дискретный собственный момент. Вот с этим моментом мы с вами дальше будем играть и разбираться. Так, давайте. Итак, значит, у электрона, который мы будем сейчас использовать в качестве переносчика информации, существует собственный вращательный момент. Как я сказал, он может смотреть либо вверх, либо вниз. Что это значит с точки зрения измерения, с точки зрения реальной жизни, экспериментальной физики? Это значит следующее. Если я начну мерить значение проекции спины на какую-то ось, ну здесь я обозначил ОСЗ, обычно набирает вертикаль, ну а вы, люди ученые, знаете XY в плоскости, а Z торчит перпендикулярно. Декартовские координаты, да? Вот, значит, так вот, если вы начинаете измерять проекцию момента на ОСЗ и все время получаете плюс один, это и называется, что спин смотрит строго вверх. Если наоборот, вы начинаете измерять эту проекцию и все время получаете значение минус один, то вы объявляете это состояние со спином минус единица. Ну там еще стоит аж пополам, это физическое значение момента, аж постоянная планка. Нам сейчас это не очень важно. Итак, направление спины электрона, их дискретно. 2, 1 и минус 1. Вопрос в другом. Вот такие, как говорят, полностью поляризованные состояния, то есть когда 100% вверх, 100% вниз, это все, что бывает с электроном или не все? В таком случае не все. Вот хотя при каждом отдельном измерении мы будем получать либо плюс, либо минус один, но бывает еще состояние, когда мы будем получать их с разной вероятностью. Вот 100% поляризация, все время вверх и все время вниз, это один из очень большого числа вариантов. Ну, два. А всего вариантов огромное количество. Мы можем написать состояние электрона, спинное состояние электрона, в виде вот такого математического выражения. Я не буду его расшифровывать, но смысл его объясню, он несложный. Если вам предъявляют вот такую, как ее называют, волновую функцию, как это понимать? Это понимать надо так, как написано вот снизу. Значит, если я начну вот в таком состоянии электронного спина мерить его направление, то в альфа-квадрат процентов случаев я буду получать вверх. А в бета-квадрат вниз, опять-таки вы люди грамотные, понимаете, что вероятность померить либо вниз, либо вверх, должно быть равна чему? Единицы, достоверное событие, при измерении получая либо то, либо другое. Поэтому вероятность намерить спин, смотрящий вверх, и вероятность наберить спин, смотрящий вниз, это единичка. И в этом смысле только одно из этих чисел, альфа, оно независимое. А бета-равда единицы на цель-квадрат. Бет-квадрат. И вот такие состояния спины, их называют неполяризованными. Они тоже существуют в природе, их тоже можно приготовить с помощью определенного прибора. Ну и вот такие, значит, состояния, повторяю, а это все обобщение эксперимента, это все основа квантовой механики. Значит, если что-то непонятно или что-то плохо воспринимается, ребята, то это не страшно, это нормально. Вообще-то люди на третьем курсе технического или физического института изучают квантовую механику в течение года. Перед этим они два года изучают высшую математику. И после года изучения далеко не все получают пятерки. Поэтому если что-то непонятно, не пугайте, все идет нормально. Но если что-то совсем непонятно, я имею в виду в том смысле непонятно, зачем все это рассказывается, тогда вы можете поднять руку и спросить, какие-то ключевые вещи. Поэтому я вас призываю меня перебывать, но в принятом в приличном обществе форме. Поднять им руки. Окей, да? Едем дальше. Итак, очень важное свойство квантовых частиц. Вот там снизу написано. Проекция спина на ось Z в общем случае не имеет определенного значения. Как это понимать? Это понимать так. Влетают электроны в одном и том же квантном состоянии. Попадают в прибор, который мерит проекцию их спина. В определенном проценте случаев получается плюс один, в определенном проценте минус один. Вот так устроены микрочастицы, так устроена жизнь в микромире. Есть очень много состояний в квантовой механике, когда определенная физическая величина не имеет определенного значения. Причем это настоящее квантовое состояние. И можно говорить лишь о вероятности реализации того или иного исхода. Вот эта вещь, которая очень плохо укладывается в голове у любого нормального человека с нормально развитым наследственным аппаратом, тем не менее, к этому надо потихоньку привыкать. Почему я говорю привыкать? Вы привыкли к законам классической механики. Почему? Потому что вы их учили в школе. Ничего подобного. В школе вам просто описали то, что вы знали с тех пор, как помните себя. Закон всемирного тяготения вы изучали как? Ну, известно как. Лбом, об пол, встали на ноги, упали. Вот вам закон всемирного тяготения. Законы механики. Первый и второй законы Ньютона. Первый закон Ньютона. Это кто открыл, кстати? Галилей. Да. Как изучали? Известно как изучали. Тяжелый мячик, чтобы полетел, надо пнуть посильнее. Легкий мячик, легко летит, масса, но ускорение равно силе. Святое дело. Когда в школе все это написали, вы это уже фактически знали и чувствовали. Вы просто это оформили математическим образом, это сформулировали в виде физического закона, вам все стало ясно. Но вот с микрочастицами у нас с вами нет никакого опыта. Как там жизнь идет, мы с вами не видим с детства. А когда вам становится лет 19-18, в УЗИ вам начинают все вот это толковать, то, естественно, ваша голова это отторгает. Потому что она прекрасно понимает, что если материальное тело, сообщили ему какое-то ускорение, оно летит по определенной траектории, так оно по этой траектории прилетит, и никто ему само по себе никуда не повернет. Мы это хорошо знаем. По ученому это называется классический детерминизм. А в микромире не так. Вы можете из одной и той же электронной пушки с одним и тем же ускоряющим напряжением, в одних и тех же условиях, сверх глубоком вакууме, получать электроны, и они будут лететь в разные места. Не потому что пушка плохая, не потому что прибор бракованный. Нет, все работает идеально хорошо. Так устроена физика микромира. У одного и того же эксперимента возможно много разных исходов. И современная квантовая механика предсказывает лишь вероятности разных исходов. Во многих ситуациях она стопроцентного варианта не дает. Но тем не менее с этим люди, как говорится, сжились, это изучают, это применяют. И вот эта наука, которая с самого начала окажется довольно-таки неопределенной, дает поразительные поточницы предсказания. Ну, вы знаете, хорошо, что свойства атомов, молекул твердых тел на сегодня объяснены 100%. Там не осталось белых пятен. С элементарными частицами, в общем-то, почти разобрались. Это все квантовая механика, которая не дает достоверных предсказаний. Итак, что нам надо знать? Нам надо знать, что электронный спин при измерении его дает либо плюс, либо минус единицу. А вот вероятности, с которыми выскочит это плюс, минус единица, они определяются состоянием этого спина, который может быть, ну, каким угодно. Их очень много разных. Ну, и вот, поскольку мы хотим спин запрячь на предмет переноса информации, то хорошо бы понять, а сколько информации может спин нести. Ну, вот если бы спин был обычным классическим дискретным моментом, ну, то есть, ну, стандартный пример, там, монетка, которая может быть либо так, либо так. Там, или просто вот стрелочка, которую можно повернуть либо вверх, либо вниз. Тогда бы спин мог переносить один бит информации. Почему? Значит, если мы поймали спин на приемном конце, померили плюс один, ага, мы из двух вариантов выбрали один. А это и называется один бит информации. Это если бы электронный спин был классическим, то есть стрелкой, к которой мы привыкли, у которой все до направления. В квантовом мире все сложнее и богаче. Видите, вот реальный квантовый спин. Так вот, он может находиться, не обязательно в состоянии вверх, в состоянии вниз. Он будет еще вот в этом состоянии, которое, как на предыдущем слайде, было написано, называется суперпозиция состояния. И тогда информацию, которую этот спин несет, она заключена вот в этих вероятностях. Если здесь один, а тут ноль, тогда все просто. Если тут один, а тут ноль, тоже все просто. А вот когда тут какое-то сложное число между нулем и единицей, то если я это число на входном конце смогу померить, то я могу получить гигантскую информацию. Ну вот пример. Понятно, что альфа-кадрат должен быть между нулем и единицей. Единица максимальная, это минимальное значение. Ну это пример. Допустим, альф равно вот такого числа. Если на приемном конце я квантовое состояние спина смог измерить, о том, как это сделать аппарат, на другой вопрос, то тогда я вот это число смог принять. Ну представляете, сколько информации в этом числе записано. Уже первый разряд, пятерка, это выбор одного из десяти. И правильно тому вставить? 0, 1, 2, 3, 4. Второй разряд, еще выбор одного из десяти. То есть тут жуткие килобиты записаны. Или килобайт, или мегабайт, в принципе. Таким образом, квантовый реальный спин, одна частица, имеющая всего две ориентации, может приносить колоссальный объем информации. И запоминать, потому что если я в этом состоянии частицу приготовил, то вот эта, ее волновая функция, запоминает всю вот эту информацию. Таким образом, один спин, один электрон, в принципе позволяет хранить гигантский объем информации, теоретически безграничный. Почему теоретически? Потому что вы не сможете, это число можно иррационально продолжать сколько хочешь. Другое дело, что прибором вы никогда не померите число с бесконечно высокой точностью. Вы померите с конечной точностью, конечно. Но этой точности может хватить на то, чтобы получить огромную информацию. Вот поэтому квантовый объект хранения и переноса информации, вот такой спин, его называют особым словом. Quantum bit, квантовый бит, или сейчас сокращенно принят термин кубит. Это единичка, одна частица, или один структурный элемент, это может быть, скажем, маленькое сопроводящее колечко. Может быть, ядерный спин, может быть, электронный спин, может быть, что-то еще, который хранит в себе определенную информацию. Так вот, один спин квантовый хранит в себе гигантскую информацию. Ну и понятно, как только это осознали, возникла мысль, она впервые возникла у знаменитого американского физика Ричарда Феймана, используя для построения компьютера. Представляете себе, для того, чтобы хранить информацию в обычной машине, необходимо строить регистры. Ну вот, 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 16-битовые, 32-битовые и так далее. Каждый регистр – это набор триггеров. Триггер – это микросхема, это вообще большая возня. А тут в одной частице можно записать колоссальную информацию. Более того, если эту частицу заставить изменять свое состояние по определенному закону, то фактически будет происходить вычисление. В каком смысле? Что такое вычисление? Это перевод одних чисел в другие. Есть входные данные. Вы привели расчет, получили выходные данные. Поэтому на самом деле, то, что делает компьютер, он преобразует один набор чисел в другой набор. Так если у меня спиновое состояние меняется, скажем, я поспелил спину в магнитное поле, то у меня вот это число превратится в какое-то другое. И я построю компьютер, который преобразует вот эту линейку чисел в другую линейку чисел. Если я соображу, как сделать, чтобы он преобразовывал по нужной мне программе, то я построю компьютер на одной элементарной частице. Вот здесь лежит основа квантового компьютера. Квантовый компьютер и так далее. Сегодня это активно развивается, я не буду о ней говорить. Там огромные принципиальные сложности. Но уже реальным квантом-компьютером решена первая математическая задача. Не так давно реальный, существующий на столе квантовый компьютер разложил число 15 на простые множители. Он получил 1 умножить на 3 умножить на 5. Смешно, да? Вот, но год или два назад не верили, что он это сможет сделать. Он сделал это. Поэтому, возможно, квантовый компьютер, когда вы станете совсем взрослыми, они уже будут реально построены. Сейчас здесь полная неопределенность и очень большой простор для научных исследований. Но, повторяю, об этом я говорить не буду. Наша цель – квантовая телепортация, то есть перенос информации нечувствительным путем. Итак, вернемся к квантовой телепортации. И для этого сделаем воши. Давайте рассмотрим состояние дня не одного спина, а двух. Вот здесь у меня два электрона. У каждого спин может торчать либо вверх, либо вниз. Ну, как приготовим. Как тот прибор, который их формирует, сделает. А мы позаботимся, что он сделал как надо. Ну, и вот тут нарисованы две картиночки. Первая. Ну, все написано, да? Первый спин смотрит наверх, второй смотрит вниз. Электроны живут где-то вместе в одном каком-то физическом объекте. Ну, например, какой атом-то у нас имеет два электрона? Гелий. Совершенно верно, спасибо. А молекула? Водорода. Совершенно верно. H2. Два ядра, два электрона. Прекрасно. Значит, два электрона в атоме гелия или в молекуле водорода. Вот они располагаются таким образом. Причем, самое смешное, что там действительно спина смотрит в противоположные стороны. Это случайное совпадение. Ну, вот таким образом оно на самом деле устроено. Значит, давайте приготовим вот такое вот двухспинное состояние. Первый смотрит вверх, второй вниз и наоборот. И сложим их с коэффициентами одинаковыми. Вот единица на корень с двух, единица на корень с двух. Что значит эти состояния? А здесь следующее. Если я начну мерить проекцию первого спина на какую-то ось, то с вероятностью 50% я получу вверх и с вероятностью 50% вниз. О, в квадрат возвел, единица на корень с двух в квадрате, одна вторая, верно? И здесь тоже. С вероятностью 50 на 50 я получаю, первый спин торчит вверх, либо он торчит вниз. Такое состояние, его впервые рассматривал очень детально американский физик Джон Белл в начале 60-х годов. Ну, а придумали это его раньше. Чем замечательно это состояние? А вот пока мы не померили спин первого электрона, ничего нельзя сказать о том, куда смотрят спин первого и второго. Вот 50 на 50. Но, если я смерил спин первого электрона и получил, что он смотрит вверх, то про второй я могу стопроцентно заявить, что он смотрит куда? Вниз. И если я смерил спин первого электрона и получил, что он смотрит вниз, то стопроцентно второй будет смотреть вверх. Вот это очень важное свойство так называемых Белловских состояний. Их называют по имени вот того американца, который впервые с этим очень серьезно стал разбираться. Повторяю, это был 64-й год. Публика занималась другим. Люди изо всех сил в поте лица, нарушая закон о трудовом скандинательстве, строили теорию элементарных частиц. На старой боте лидерному иначе. А вот этим занимался мало кто. Вот он занимался, кстати, Белл участвовал в создании современной теории элементарных частиц. Есть такие там соотношения Джекиева, Белла, Гросса и так далее. То есть этот человек, он не на острове работал, он не был, как говорится, таким одиноким отчельником, который сидел и занимался своим делом. А вся вот эта вот физическая общественность, большим коллективом создавала теорию элементарных частиц. Снец, он был в этой команде, просто его интересовало еще и другое. Ну и вот эти Белловские состояния, вот обладают им замечательным свойством. Давайте мы это свойство запомним. Значит, когда меришь в состоянии одного, спин неизвестно, что получит. Но когда известно, что получил, то про второй известно 100%, что будет у него. Ну и вот, все это здесь, как говорится, написано словами. Ну, читать все умею. Так что вот эту мысль давайте зафиксируем. Вот такие замечательные состояния двух спинов. И можно использовать для передачи информации без прямого обмена частицами. Сейчас мы увидим, как это делается. Итак, приготовим два электрона в этом самом Белловском состоянии. Ну вот тут нарисовано два варианта. Первый без скобок это один, исход 50%. Второй в скобок, другой исход, тоже 50%. И позволим этим электронам разлететься. Вот мы разговаривали про гелий и про водород, да? Они сидят в одном месте, два электрода. Вот давайте мы их отпустим. Пусть они идут, летят в разные стороны. И очень важно, мы не будем им мешать, не в смысле тормозить, а никак не будем воздействовать на их общее квантовое состояние. То есть создадим сверхглубокий вакуум, изолируем их от других частиц, не позволим он там фотонам, еще их чем-то облучать, в общем, оставим их в полном покое. Вот это очень важно, чтобы это состояние их на две частицы одно не было разрушено. Разлетелись. И вот самое поразительное, то, во что, в общем-то, не верил Альберт Эйнштейн, ну, имя авторитетное, да, значит, заключается в том, что даже разлетевшись на огромное расстояние, вот эти частицы, повторю еще раз, если им никто не мешал, они продолжают помнить о том, что они находятся в едином квантовом состоянии. Вот это и есть факт. Сегодня он экспериментально доказан. Теоретически он был осознан еще в 30-е годы. Но когда с этим знакомишься, даже будучи уже зрелым человеком, всю жизнь изучавшим квантовую механику, придавшему ее, все-таки ошараживает. Поэтому слова «квантовое чудо» я написал, хоть и в кавычках, но вообще действительно производят впечатление чуда. Повторю еще раз. Две частицы, находящиеся в едином квантовом состоянии, удаляясь друг от друга на десятки километров, сегодня это уже проверено, продолжают помнить о том, что они находятся в едином квантовом состоянии. То есть, если смерить спину одной из них и получить плюс одна вторая, плюс единичка, то про вторую можно будет тут же завидеть, что на нее минус единичка. И наоборот. Так устроен мир. Это трудно объяснить, в смысле комментировать. Просто вот надо принять, он так устроен. Повторяю, сегодня это подтверждено экспериментально. Эксперименты были, очень долго к ним шли. Во-первых, вы до долга не могли поверить, хотя осознали очень давно, что такое может быть. Поверить было очень трудно. Поэтому задержалось развитие в работе в области квантовой телепортации. Это казалось абсолютно диким. Но не бывает и все. Потом в 90-е годы к этому вернулись, 80-е и 90-е, и потом были поставлены эксперименты, которые подтвердили этот вывод. Который, повторяю, с точки зрения обычной квантовой механики, является очевидным. Вы берете основу квантовой механики, пишете, изучаете, все. Все вот так должно получиться. Но душа поначалу не принимает. Итак, две частицы, разлетевшись на очень большие расстояния, помнят, что они находятся в едином квантовом состоянии. То есть, если я измерю проекцию спины левой частицы, которая летела налево, и получу какой-то определенный результат, то я буду в ту же минуту, в ту же секунду, в тот же миг знать, в каком спине частицы летешь направо. Повторяю, нет никакой связи между ними. Они не обмениваются ни радиоволнами, ничем. Они просто живут, как говорится, единой семьей. Они находятся в едином квантовом состоянии. Измерение спины левой частицы сразу дает информацию о спине правой. Мгновенная передача данных, на первый взгляд. Вот поэтому это время называют телепортацией. Вы получаете информацию о том, что произошло с правой частицей, измерив состояние левой, которая, скажем, в вашем приборе, в вашем резервуаре находится, в каком-то хранилище. И вот это поразительная вещь. Это поразительная вещь. И вот эту вещь можно использовать для передачи информации, для передачи данных. Итак, данные можно передавать. То есть, измерив спина одной, я точно буду знать, какую информацию несла другая. Проблема вот в чем. Смерив спин левой, я не знаю, что получу. Я с вероятностью 50 на 50, получаю либо то, либо другое. То есть, я не могу сказать так. Я хочу передать единицу, поэтому вот я хочу, чтобы спина у этой частицы была там минус один. Что Бог даст? То есть, что природа даст? При измерении спины левой, я буду получать с вероятностью 50 на 50, ноль или единицу. Ну, пинарную единицу. То есть, спин так или спин так. Проведя измерение, я знаю, что унесла другая частица. Но до этого-то я не знал. Поэтому я не могу программировать одну из частиц в Белловской паре на перенос определенной информации. Вопрос, что делать? Считается, кажется, безнадежной. Нет, не безнадежной. Надо сделать вот что. Померив вот этот левое, спин левой частицы, я точно буду знать, что ушло на приемный конец. Какая информация, ноль или единичка пошла вперед. А после того, как я измерил, я пойму, я передал то, что хотел, или передал что-то другое. Я снимаю телефонную трубку, и по обычному телефону, звоню прямо, говорю, слушай, ты там поймал частицу? Вот она принесла информацию, ту, которую я хотел. Или говорю, нет, она принесла противоположную. Поэтому ты там поменяй ноль или единичку на ноль. Понятно, да? При этом снимается проблема нарушения требований специальной территории относительности. Вы же люди грамотные и понимаете, что информацию, энергии нельзя передавать со скоростью больше, чем сколько? 300 тысяч километров в секунду. А тут мгновенное, помните, на предыдущем слове? Нет, не мгновенное. Я должен потом по классическому каналу связи, телефон, интернет, телевизор, передать информацию о том, я то передал, что хотел, или противоположное. И вот после того, как сделан этот классический, так сказать, звонок по телефону, можно считать, что информация уже была передана. Но, кроме того, позвонить по телефону надо еще вот зачем. У меня частица, улетевшая, переносит определенную информацию, когда? Когда над левой, я уже провел измерение. А до этого она сама не знает, что несет. До этого с вероятностью 50 на 50. Она у нее спин либо так, либо так. Поэтому надо по телефону еще сообщить. Знаешь, я вот спин измерил, поэтому ты теперь мне смирь свой. Уже можно. А до этого берет бесполезно, будет 50 на 50. Вот это понятно, да? Едем дальше. Как можно построить телепортационную линию связи? Ну, вот здесь приведен такая блок-схема, что называется. Не рассматривайте ее как реальную. Она иллюстрирует идею. Реальные протоколы и схема телепортации устроены значительно сложнее. Но вот эта простенькая схемка, она позволяет понять идею. Итак, как будем передавать данные с помощью кванта телепортации? Следующим образом. Есть передатчики. Его обозначают буквой А. Американцы называют Алиса. Значит, девушка. Значит, приемник Боб. Ну, как это должно быть, девушка говорит, вот дочь человека слушает. В Америке так же, как у нас. Вот, значит. Ну, и пользуются они для этой самой связи вот парами частиц, которые генерирует некий хитрый генератор, который создает пара электронов вот в этом Белловском состоянии. Одну ловит Алиса, вторую ловит Боб. Повторяю, прямого обмена частиц между ними нету. Они пользуются общим генератором, который устроен так, что генерирует вот эти Белловские пары. Или пары Эйнстейна-Подольского розыня, их так тоже называют АПР-пары. Что делает Алиса? Алиса измеряет спин и тоже узнает, чего получил Боб. Боб получил противоположную ориентацию. То есть, она знает, что на приемном конце Боб принял. Она выясняет, она передала то, что хотела или не то, что хотела. Если то, что хотела, она звонит Бобу и говорит, окей, принимай это как правильную информацию. Если не то, что хотела, звонит и говорит, переверни, пожалуйста, нолик в единичку или единичку в нолик. Вот так это работает. Ну и вот давайте сейчас посмотрим уже так называемый реальный алгоритм или его часто в теории квантовой связи называют протокол. Почему-то этот термин поряжился. Ну и давайте передадим с помощью такой линии квантовой телепортации вот такое слово 1-1-0-1-0 в бинарном коде, двоичном коде. Поехали. Значит, надо передать 1-1-0-1-0. Значит, Алиса ловит свои частицы, которые дает генератор и измеряет их спины. У нее получается с вероятностью 50% либо 0 единица и совсем не те 0 единицы, которые она хотела передать. Она с 50% вероятности что-то получает. Ну и допустим, Алиса намерила вот такие, значит, спины. Вниз, вверх, 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 вниз. Ну и в переводе на 0 единица это 0-1-1-0. Понятно. Это совсем не то, что она хотела передать. Но зато она точно знает, что получил Боб. Она знает, что Боб получил точно противоположный набор. Если у нее был спина вниз, то у Боба вверх. Если у нее вверх, то у него вниз. Поэтому она знает, что Боб получил набор 1-0-0-0-1. Это совсем не то, повторяю еще раз, что надо было передать. Где там, вон там она, это слух. Она поднимает телефонную трубку и говорит, слушай, Боб, вот на твоем приемном конце первые и третьи цифры правильные. Действительно, посмотрите, здесь у нас, вон там единичка, да? И Боб получил единичку. Здесь ничего менять не надо. Во втором разряде хотели передать единицу, а Боб получил ноль. Надо поменять. В третьем разряде Боб получил ноль, ну и пересылали ноль. Все в порядке. Она говорит, первый и третий разряд не трогай, у тебя все правильно. А в трех других разрядах поменяй цифры на противоположные. Боб получает сообщение, а она может меняя, не меняя, тоже закодировать нулями, единицами. Передает нолик, значит, не трогай, единицу, поменяй на противоположную и так далее. И вот передав такую бинарную посылку, она как бы шлет код к шифру, ключ к шифру. Вот это и называется ключом к квантово-телепортированному сигналу. Значит, мы гоним с придающего конца на приемной случайный набор цифр, а потом корректируем это дело классическим образом. Сам по себе ключ никакой информации о переднем не дает. То есть, если вы этот ключ подслушаете или перехватите, вам с него никакой пользы. Другой вопрос. А если частицы, которые летят от генератора к Бобу, будут перехватывать, то есть, вас будут подслушивать, что произойдет? Так вот, произойдет следующая вещь. Во-первых, частицы эти не имеют смысла перехватывать, пока не знаешь, что Алиса произвела измерение. Пока Алиса не померила спину в своем конце, что несет частица, которая летит к Бобу, вообще неизвестно. Она с вероятностью 50 на 50 несет либо на леднице. Поэтому ваш перехват ничего не даст. Это первый аргумент в пользу этого канала связи как абсолютно защищенного. И второй аргумент. Это электромагнитный импульс. можно подслушать. Вы можете снять малую долю мощности и проанализировать ее с помощью вашего оборудования. Одну частицу нельзя перехватить частично. Если вы перехватили одну частицу, то вы ее погубили. Она пропала. И на приемном конце, если Боб вдруг не получает ничего в каком-то разряде, то есть не пришло ни нам, ни единицы, он понимает, что его подслушивают. Он звонит Алисе и говорит, слушай, нас подслушивают враги. Начинаем передачу заново. И таким образом законы физики защищают этот канал связи абсолютно. Потеря частицы автоматически означает подслушивание, а измерение состояния частицы того, кто подслушивает, обозначает букву С и называют Чарли. А обнаружение вот Чарли, если он раньше времени начал мерить, он вообще ничего не получит. Во-первых, себя домаскирует, и во-вторых, информации не получит, пока Алиса не померила свои спины. Вот поэтому квантовая телепортация привлекает огромный интерес как абсолютно защищенный канал связи. Он, в принципе, неподслушиваемый. Защищает его не сверхумный программист, не хитрый кодировщик, а там целая наука. Это можно годами изучать шифры, кодировки. Это не очень интересная вещь. Это гораздо интереснее всех вместе сериалов, которые идут по всем нашим СВК-каналам. Здесь защищает этот канал законы физики, законы квантовой механики. Во-первых, частица долгое время сама не знает, какую информацию несет. И во-вторых, если ее кто-то пытается перехватить, он губит частицу и тем самым допускирует себя. Все. Полностью закрытый канал связи. Ну и вот, значит, что произошло? Значит, Бот получил вот такую посылку, которая не имеет ничего общего с тем, что передавали. От Алиса он получил инструкцию, чего делать с этой посылкой. Значит, если ноль, ничего не меняй. Если единичка, поменяй на противоположное. Он делает, что велит. Значит, единичку он оставляет в покое, нолик, он меняет на противоположный, этот нолик, он не меняет, поскольку здесь сигнал ноль, все нормально, ну и так далее. Посылка пришла. При этом, Боб и Алиса, повторю еще раз, не отмеливаются с напрямой частицами. Квантовый канал связи работает только потому, что две частицы, разлетевшись на гдомное расстояние, помнят, что они в едином квантовом состоянии. Это невероятная вещь, но это правда. Сегодня это работает, причем работает уже на полукоммерческой сною. Ну вот, вывод. Перед напутем квантовой телепортации без прямого обмена импульсами, волнами, частицами, но при обязательном использовании классического канала связи. Это очень важная вещь. Телепортировать без классического канала связи нельзя. Вы, конечно, передадите мгновенно какую-то информацию, но при этом не будете знать, какую, а это не информация. Передача неизвестно чего, передача информации назвать нельзя. чтобы это было известно, что обязательно необходим второй классический канал связи. А он работает со скоростью не выше скорости света, и в этом смысле специально турецентричество все в порядке. Последний. Я заканчиваю, так что потерпите минутку. Хорошо. Очень важно, вот квантовую телепортацию можно было лишь тогда, когда вот это двухчастичное состояние ничто не возмущает. В физике есть такой термин возмущение. Возмущение это просто нарушение, сколь угодно слабое. Так вот, для того, чтобы это все состоялось, повторяю, это работает, надо, чтобы частицы никто не трогал. Причем это маленькие частицы, это электроны, это фотоны, поэтому понятие никто не трогал в данном случае очень деликатное. Это значит, что на пути разлетевших частиц не должно быть никаких других частиц. Ну, вы люди грамотные, знаете, что в атмосфере такие вещи проделать нельзя просто потому, что воздух. Эти электроны стукнутся в молекулы азота, кислорода и там много еще чего и на этом все закончится. Будет разрушено единое квантовое состояние. Поэтому где это можно проделать реально? Ну, первый выход глубокий вакуум, а глубокий вакуум он где? В космосе. А, кстати, в космосе там совсем ничего нет, что-то есть? Я имею в виду далеко от Земли, не просто в верхних слоях атмосферы, где просто разряженный воздух, а вот совсем далеко, где-нибудь в районе Луны или там в районе Юпитера. Какие данные есть у современной молодежи на отсчет? Ребята, есть так называемый межзвездный водород. Значит, во всей Вселенной есть молекулы атома водорода в очень небольшой концентрации. Они измеряются штуками на кубический метр, но они есть везде. Это тот водород, который остался после взрыва, большого взрыва, который породился в нашей Вселенной. Это было около 15 миллиардов лет назад. Значит, все взорвалось, стало очень горячо, потом все разлетелось, остыло, и вот доставало от такого состояния, что мы с вами возникли, живем, пытаемся понять, что же произошло. Так вот, есть межзвездный водород. Поэтому даже в дальнем космосе, даже в самом далеком космосе, электроны не совсем беспрепятственно летят. Там есть на что напороться, есть на чем рассеяться. Но концентрация эта водорода страшно маленькая, поэтому на больших расстояниях, порядка десятков километров, можно вот эти фотоны, обычно не с электронами, а с фотонами это делают, можно надеяться, что их никто не будет возмущать, что они сохранят вот эту память друг о друге, вот эту квантовую когерентность, как ее называют, на больших расстояниях. Поэтому эксперименты сегодня полупромышленные проводятся, в частности, на спутниках, в космосе. И второй вариант, это оптические волокна. Сегодня технология оптических волокн достигла совершенно фантастических высот. Но есть, например, оптическое волокно, которое на расстоянии 10 километров создает затухание, ну, там, скажем так, меньше 5%. Представьте себе кусок стекла толщиной 10 километров, через который проходит 90% света, 95. Можете себе представить? Я не могу. Горный воздух, вот через него видно на сотни километров. В наших краях, ну, видно на километры, да, если, значит, летчик в самолете, сажающий самолет имеет видимость, там, 5-10 километров, это совершенно замечательно. Если километр, тоже ничего, электроника приведет, а иногда и посадит. Вот. В горах сотни километров, то есть прозрачный горный воздух, это мера сотни километров. Так вот, здесь кусок стекла, это плотная среда. Сегодня умеют делать оптические волокна, в которых, ну, грубо говоря, из 100 фотонов на расстоянии в 10 километров погибнет там 1, 2, 3. Это терпимо, потому что с большой вероятностью не погибнет никто. Что значит погибнет? Значит, в одном опыте погибло 3, в другом 2. А в каком-то ни одного годится. Значит, все они сработают. И поэтому другая часть элепортационных линий связи работает с обычными оптическими волокнами. Я говорю с обычными, в смысле коммерческими, те, которые используются для обычной передачи данных с помощью оптического волокна. Ну, вот одну из таких коммерческих линий связи, полукоммерческих, я вам сейчас покажу. Давайте встречу картинку. Это спутниковая фотография Женевского озера. Оно у нас называется Женевским, там оно называется Лиман. Ну, вот здесь города располагаются, Женева. Этот город, который вы все знаете, на самом деле этот город здорово напоминает Сочи или Ялту, только побольше. Такой город, где люди вообще-то должны отдыхать, но поэтому там всякими же надобисятся, страшно ли выстраивать конференции, симпозиумы, слеты, форумы и так далее. Там на берегу озера хорошо, красивые набережные, там яхта, спортивные лодки, все такое прочее. Оттуда идет оптоволоконная линия связи, да город не он, его, наверное, никто не слышал, маленький городешка, а вот город Лозанна наверное все слышали. В Лозанне находится один из двух политехнических институтов в Швейцарии, один в Цюрихе, а другой в Лозанне. Это государственная высшая школа, которая проводит очень высокого уровня. Энштейн, между прочим, начинал работать в цюрихском, а в геносифе техническом Ухшуле. Вот вторая в Лозанне. Значит, оптоволоконных линий связи две. Одна по дну Женевского озера, а вторая вон там по берегу. Это вдоль железной дороги, когда едешь на поезде из Лозанна в Женеву, то там провода идут, один из этих проводочков это оптоволоконная линия связи. Так вот, люди Женевского университета, там есть такой человек по фамилии, если правильно по-французски произносить, будет Жесан, а если нормально прочитать, будет Гисен. Может, он какие-нибудь наши корни имеет, черт его знает. Вот, я его лично не знаю. Так вот, значит, они соорудили вот эту линию связи, точнее, не использовали конкретную линию связи, которая существовала коммерческую глину, телепортации информации путем передачи фотонов, вот таких вот связанных. Это было давно, в 2001 году, в марте месяце. Вот эта полукоммерческая, полупромышленная связь имела скорость передачи данных на уровне 3 килобит в секунду. По нынешним понятиям это не скорость, это очень мало. Но, повторю еще раз, телепортационная линия связи является абсолютно защищенной. Поэтому я интересуюся, в первую очередь, кто? Ну, раньше мы сказали бы разведка, сейчас мы говорим, кто? Банкиры. Потому что самая высшая тайна в нынешнем мире это кто, где, сколько денег, я уж не знаю, заработал таких, больших денег, заработать нельзя, их можно украсть. Значит, у кого сколько денег? И как там с банком вот тут и все? Вот это самая высокая тайна. Поэтому банковские фирмы, они очень активно субсидируют работа по квантовой телепортации, так как, повторяю, это полностью защищенный канал связи. Мечта любого финансиста. Вот. Это все, повторю, работает уже 7 лет, есть спутниковые вещи и все такое прочее. А начиналось все, значит, давайте сейчас еще парочку вперед. Вот. Это просто блок-схема, как устроена эта Алиса, как устроен этот Боб. Вот между ними оптиковолосторонная линия связи, ну и кто знает немножко английский, вот тут написано, да, коробочка размером 19 дюймов. 19 дюймов это сколько? Ну да, но это меньше 50 сантиметров, да, это полметра на полметра. Ну и экран дешевого телевизора. Еще, да, давайте. А вот сами коробки. Вот вся эта аппаратура для квантового котирования и квантовой передачи данных. Между ними оптическое волокно. Ну, можно составного стул передавать, а можно из Женеба в Лазанну и наоборот. Начинало все, конечно, с передачи со стола на стол. Назад. Ищу, ищу. И вот закончить мне хотелось бы вот этими датами. 1935 год. Появление работы Эйнштейна и Подольского Розуна, где Эйнштейн дал последний бой квантовой механике. Эйнштейн в квантовую механику до смерти не верил, хотя сам внес большой вклад в ее создание. Тем не менее, он считал, что это мера временная, что по-настоящему эту больному, то есть физике, не помогает. И продолжал придумывать всякие эксперименты, которые позволяли бы доказать, что квантовая механика теория плохая. В 1935 году была опубликована статья, где доказывалось, что вот в таких состояниях, о которых я говорил, нарушается требование специальной теории относительности. Называется статья так. Может ли квантовое механическое описание действительности быть полным? И вопросительный знак. В 1964 году опубликовал свою работу Джон Белл, вот тот самый знаменитый американец, который взял на себя труд, не поддался всеобщей моде, занялся вот этим абсолютно таким провинциальным тогда направлением, и сформулировал некие неравенства математические, которые позволяли бы экспериментально, если бы их экспериментально там, входящие до величины, померили, убедиться, есть телепортация или нет. То, о чем мы сегодня говорили. Долгое время ничего не происходило. В 1993 году был предложен группой физиков американских и французских первый, как говорят, реальный протокол. То есть они написали вот первый алгоритм, который можно было бы положить в основной эксперимент, который показал да или нет. Наконец, в 1997 году в маленьком австрийском городке Инсбрук, где есть маленький институт экспериментальной физики, там работает всего 15 человек, человек, которого зовут Антон Цайлингер, можете запомнить это имя, впервые экспериментально проверил неравенство Белла и показал, что они нарушаются, то есть есть вот эффект военцевой телепортации в переводе на обычный язык. Это произошло при елых лабораториях, то есть телепортировали фотоны в расстоянии там 2-3 метра. Ну, как известно, радиопередача первая, она тоже была откуда-то из одной аудитории, в соседней, Александр Степанович Попов, в 1995 году. Вот такие вещи у нас демонстрировал. Так что с этого начиналась и вся другая связь. Ну и громкая связь тоже, да, кричали. Выясняли, как слышно ли я, кто, когда и чего. Вот. Вот эти четыре даты являются ключевыми. Ну, а первые линии, вот такие промышленные, полупромышленные, это уже 21 век. Это получилось в начале 2000-2001 года. Сейчас эти работы активно ведутся. Иногда о них можно услышать даже по телевизору, даже по нашему. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Средством электромагнитных волн же можно будет изменить во время передачи состояния атомов. То есть, могут быть ошибки. Вот это да. Понимаете, в чем дело? Вот тот классический канал связи не имеет никакого отношения к телепортированным частицам. совершенно отдельно. То есть вот та электромагнитная волна, вы поймете, ввиду вот телефон, да, он к тем частицам, которые вот разлетаются, никого отношения не имеет, они находятся далеко, они полностью изолированы друг от друга. Или вы имеете в виду что-то другое? Нет, но электромагнитные волны только имел в виду. Электромагнитные волны. Значит, два фотона, разлетевшиеся в вакууме, они очень хороши еще. Почему? Дело в том, что электромагнитные волны друг с другом в свободной среде практически не взаимодействуют. Да и в газе почти не взаимодействуют. Как в этом убедиться? Очень просто. Мы смотрим друг на друга и видим разные цвета, верно? А цвет это что такое? Это частота света, верно? Значит, выскочатотный свет синий-голубой, низкочатотный красный-желтый. Если бы было взаимодействие фотонов, то они бы преобразовывались друг в друга, значит, меняли бы частоту, значит, цвет. Но мы же видим красный, красный, голубой, голубым. Значит, по дороге от источника света в наш глаз ничего не происходит. Это значит, фотоны не взаимодействуют. В этом смысле фотонная передача, фотонная телепортация. Очень хорошая вещь. На фотоны почти ничем нельзя воздействовать. Ну, только разве если рассеивается на атоме или другом электроне. Для этого откачивается надо сильно. О чем я говорю. Чтоб не было ни атомов, ни электронов. В районных центрах вопросы есть? Можете задавать. У меня вопрос. Какая разница, кто первый измеряет спин? Приемник или передатчик? А разница такая. Кто первый померил, тот и передатчик. Ответил? Нет. Если я измерил спин, то я сразу узнал, чего улетело туда, какой спин будет там, то есть, что он примет. Если, наоборот, Бог первым померил свой спин, то он будет знать, что получилось. А Алиса будет получать 100% результат, противоположный Богу. В этом смысле ничего не передает. Я про то, что вот схема измерения может отсутствовать та же, что Алиса первая измеряет, а Бог второй, но сообщение будет передавать Бог по каналу связи. То есть, что он хочет передать, то и будет. Алиса передает инструкцию. Женщина говорит мужчине, что делать. Обратно не бывает. Бог получает информацию. Он не знает, что делать с теми единицами и нулями, которые он получил. Он не знал, что хотела передать Алису. Алиса ему по телефону сообщает, чему верит, чему не верит. Бинарный код очень удобен. Если не веришь одному, значит, точно веришь другому. Если было три или четыре варианта, тут бы надо еще объясняться. А здесь очень удобно. Ответил, нет? Еще вопросы? А вот если мы изменим состояние одной частицы из пары Белла, вторая изменит свое состояние? В этом-то вся и штука, что вторая частица 100% отслеживает состояние первой. Понимаете, вот это вот Белловское состояние устроено хитрым образом. Взаимное состояние частиц завязано 100%. Но состояние каждой из них определено 50 на 50. В этом хитрость, понимаете? Значит, поэтому измерение состояния одной частицы жестко фиксирует состояние второй. Но при этом, что даст первое измерение, никто не знает. Вот такие правила игры. Понятно, да? Давайте. А почему передатчику не отбирать определенные фотоны, чтобы передать их Богу? Прекрасная мысль. Так можно сделать, и так в одном из протоколов и делается. Все, что правильно передал, ты отбираешь, а то, что неправильно передал, ты просто, как говорится, ну, опять же, посылаешь на приемный канал не верить. Не изменить, а просто не верить. Можно сделать так. Недостаток вот этого протокола очевидный. Вы будете получать дробные посылки. То есть не каждая там микросекунда, да? А некую случайную выборку. Ну, а если вы получаете с пропусками, то, может быть, это Чарли вас подслушивает. Значит, повторяю, я рассказал идею. Вот то, что здесь нарисовано, насколько я знаю, не реализовано нигде. Просто это наивный протокол. Он позволяет понять идею. Реальные протоколы значительно сложнее. Понимаете, да? И не потому, что, как говорится, они там еще надежнее защищены. Тут надежнее защищать некуда, 200%. Не в этом дело. Аппаратно это реализуется довольно сложно. Повторяю, эти вещи, те, кто изучал квантовую механику, глубоко знали с 32-35 года. Но к этому не приступались. Ну, не верили, во-первых, в то, что это бывает. Во-вторых, что это аппаратно существимо. И повторяю, что вот эта вера, она, в общем-то, 90-х годов существовала. Хотя, как говорится, позывы были очень устойчивы на этот счет. Это действительно некое чудо. Кстати, одна из очень хороших книг на русском языке, так, квантовая телепортация, обыкновенное чудо. Авторы Хрусталев, Белосырковская. О, третьем забыл. Книжечка была издана у нас, она продается на русском языке. И даже не очень дорого стоит. Такая вот синенькая, тоненькая. Ну, правда, она написана для специалистов. Там, в общем, люди пишут очень интересно. И очень много исторических фактов. Но, в общем, перед этим хорошо бы полгодика квантовой механикой позаниматься и получить на экзамене 4 или 5. После этого можно читать. Спасибо большое. Вот еще вот такой вопрос. По-моему, этот парадокс ЭПР висел в воздухе до 82-го, 83-го курса. Да, совершенно верно. Там была еще работа Аспекта, совершенно верно. Были еще вот эти, ну, было еще опетвление в сторону квантовой информатики. Вот эти, Беннет Броссар, вот эти все вещи там. То есть, это все развивалось. Но развитие не носило взрывообразного характера. В 90-е годы начался бум. Начался бум. Да, это, в общем-то, узкий круг посвященных. Действительно, там были свои правила. Более того, как это часто бывает в науке, те, кто заложил основы, никогда не верили, что это можно делать всерьез реально. Ну, может быть, вам рассказывали об этом, может быть, нет. Вам будет интересно узнать, что Эрнест Резерфорд, который, как известно, во-первых, открыл, как устроен атом, а во-вторых, расщепил атомное ядро. Неплохо, да, для одного человека. Он умер в 37-м году. Незадолго до смерти он сказал, я убежден, что атомной энергии никогда не будет иметь практических применений. Через 8 лет взорвали атомную бомбу. Резерфорд был неглупый человек. И умер он не в состоянии старческого маразма. Со своей ясной головой. Просто специалист прекрасно понимает, какие сложности стоят на пути вот этого дела. Всего. Он видит их. Известна экспертная оценка американских людей по поводу того, когда наши создадут атомную бомбу. Когда в 45-м году американцы взорвали атомную бомбу, то американское правительство опросило политиков, раз, ученых, два, и военных, три, когда создадут русские атомные бомбы. Ученые ответили, через 20 лет. Они знали, насколько это сложно. Военные сказали, через 10 лет. Они понимали, как это нужно. Но политики сказали, через 5 лет. Они еще лучше понимали, как это нужно. Они ошиблись на один год. Мы взорвали бомбу в августе 49-го года. Еще раньше, чем предсказывали политики. Но политики оказались умнее ученых и военных. Это редкий случай. Скажите, а если частица, допустим, принесла какую-то информацию, ее уже потом можно выбросить, другую информацию она не принесет? Понимаете, ее в каком-то смысле выбрасывают. Дело в том, что микрочастицы, они такие маленькие, что измерения, приведенные над ней, полностью разрушают это исходное состояние. Вот в этом, это одна из основ пантовой механики. В классической механике мы к чему привыкли. Вот мы видим, как летит футбольный мяч, да? Почему мы видим? А на нем рассеиваются электромагнитные волны видимого диапазона, фотоны. Фотоны попадают в объектив телекамеры, там происходит усиление, передается к нам на телевизор. И струмки попадают нам в глаза. Сложная процедура. Фотонов рассеивается много, но никому в голову не придет, что вот эти фотоны рассеиваются на футбольном мяче, изменят ее состояние, траекторию. То есть, если суд на европейском уровне, знаете, вот освещение на стадионе слева было таким мощным, что вот я добил поворот, но попал в штамбу. Из-за потока фотонов. Но даже в современных юридических лесах и дебрях, где, так сказать, всякие там адвокаты и прочие люди, я имею в виду не тренера, а юриста, значит, блуждают. Даже до такого не додумались, хотя там цепляются уже ко всему. Так вот, в микромире это обычное явление. Если вы берете электрон и меряете его координацию с помощью одного фотона, то тем самым вы сбиваете его с места, понимаете? В микромире любое измерение – это нарушение состояния, причем нарушение сильное. И это одна из проблем в понимании квантовой механики и в создании этой науки. Дело в том, что квантовая механика – это единственная физическая теория, которую создавал, как говорили в старые советские времена, коллективный разум. В том смысле, что создать квантовую механику можно назвать десяток имен. Ну, классическая механика – это Ньютон, да? Электродинамика – это два человека, это Фарадей – закон электромагнитный индукции, Максвелл, который написал уравнение. Ну, правда, был еще Хевисайд, который перевел все уравнение на тот язык, на котором мы сегодня пишем. Сам Максвелл написал в такой форме, что никто понять не мог. Но, тем не менее, это один человек. А вот квантовая механика создавала группа товарищей. Значит, Борн, Шредингер, Гайзенберг, Борн, Максборн и так далее. Дирак, Ферми, Паули. И это не случайно. Сложное было дело. И вот привыкнуть к тому, что вы имеете дело с объектом, над которым любое измерение – это грубое насилие, вот к этому привыкнуть очень трудно. И поэтому отчасти результат измерения непредсказуем. Ваш прибор, работая с вашей частицей, может сделать с ней все, что угодно. И никак нельзя построить измерительный прибор, который бы с частицей ничего плохого не делал. Почему? Потому что частица маленькая, а мы с вами большие. Чтобы мы что-то увидели и услышали, необходим мощный сигнал. А мощный сигнал произойдет только от макроскопического прибора. Хотя у человека есть один орган чувств, который улавливает отдельные частицы. Это орган чувств глаз. Если посидеть 4-5 часов в абсолютной темноте, то человеческий глаз будет в состоянии улавливать отдельные фотоны. Это паразитная вещь. Это в 30-е годы было обнаружено в процессе открытия эффекта Черенкова в нашей стране. Вот надо было приучить глаз, настолько повысить его чувствительность, что он был в состоянии улавливать отдельные фотоны. Ну и космонавты потом иногда говорили, что у них в глазах какие-то вспышки. Но это высокоэнергетические частицы. Пролетают из космоса, пролетающие из глазного яблока, и глобное яблоко работает как камера Вильсона, как я понимаю. А вот отдельные кванты света видеть человек может, но для этого необходимы очень специфические условия. В основном мы с вами вот сюда летим. Тогда, то есть, получается, частицы какие-то... Ну, они вообще могут закончиться, могут? Нет, ну куда они глядятся? Ну, Вселенная большая, ну что ли. Куда они денутся? Я вам еще раз говорю, что один импульс, который проходит по проводам в вашем компьютере, это примерно миллион электронов. А сколько импульсов идет? Сколько сегодня в магазине-то? 3,3 ГГц уже продается, да, компьютер? И недорого стоит. Ну, считайте сами, сколько. А тут по электрону. И лов-то. То есть, получается, что, как и Гаги сказали, трактовка, которая нас спасала, потихонечку уходит в прошлое, да? Ну, она... Понимаете, ведь... Всякое знание, настоящее, истинное, оно никогда не уходит. Оно сужает, ограничивает пределы своего применения. Квантовая механика не отменила классическую, верно? Мы с вами рассчитываем все, что нас касается в большом мире по закону пластической механики. И учим ее до сих пор. Также и здесь. Копенгагенская трактовка, она позволяет разобраться в этих вопросах, которые в обычных учениях, пока нет, кому нет. Если там все понятно, все просто и хорошо. А вот эти деликатные вещи требуют уже, как говорится, более глубокого... Да. И вот заслуга Ловенштейна, Белла, Аспекта, Беннета, Броссара, вот этих людей, Цайлингера, в том, что они углубились, ну и, естественно, этого самого... Многодорая трактовка-то это. Эверетта. Эверетта в том, что они взяли на себя труд поразмыслить. Когда никто уже не думал об основах квантовой механики, когда ее учили, сдавали и писали научные статьи по применению этого дела, они полезли в основы. И, как это ни удивительно, нашли там очень-очень много нового и содержательного. В том числе и практически применимого. Это поразительная вещь. Это очень с педагогической точки зрения важный пример. Даже на, казалось бы, хорошо изученном материале, даже на том поле, где вроде все грибы уже найдены, может, стоит поискать, может, еще что найдете. Хотя не стоит это делать просто из-за того, чтобы сделать великое открытие. В конечном счете эти люди занимались почему. Им просто было очень интересно. И вот этот живой нормальный интерес, на самом деле он и движет. Ничего другое. Все остальное это. Все остальное приходит потом. Признание, деньги. Или не приходит. В 99% случаев. Или после смерти, да. Так, еще, пожалуйста. А вот человек, я далекий от вашей физики, я насколько правильно понял, что если разнести вот эти вот, то, что поворачивается на достаточно большое расстояние, то это будет происходить быстрее скорости света. Совершенно верно. Это будет, вот это называется квантовой нелокальностью. По ученому это называется квантовая нелокальность. То есть, тронул здесь, тут же отвлеклась там. Это действительно так. И вот это, кстати, долгое время и отстанавливал людей, которые этим занимались, вроде на первый взгляд понятно, что быть не может. Но чего? Мы же знаем, что этого нет, да. Но еще молодые годы тратят на эту ерунду, если можно, так сказать, изучить какие-то ядерные реакции или там какой-нибудь эффект физики твердого тела, быстренько написать несколько хороших работ. Хороших, неплохих. И если тебе интересно, ты работаешь с удовольствием. Это всегда будет хорошо. Станешь там кандидатом или доктором в наук. Будешь учить студентов. Очень приятное занятие. Вот школьникам лекция читать. А вот людей, которые не приняли это дело, которые продолжали вот эту безнадежную возню с основами квантовой механики, это продолжало десятки лет. Дебройн, тот самый, который Волну Дебройля первый написал, он долго изучал фундамент квантовой механики, но ничего толкового с этого дела не вышло. Эйнштейн, он не занимался этим напрямую, но он, ну его знаменитое высказывание «Я не верю, что Господь Бог играет в кости». Это к вопросу вот о том, что вероятности разные. Он говорил так, он в диском варианте «I don't believe that what dice is» «Игра в кости», да. Вот, значит, он не мог поверить, что вот этот вероятностный исход, он, ну, исконный в природе. Значит, мы что-то не понимаем. Вот когда мы это поймем, тогда на месте вероятности станет достоверность. Вот он там не принимал. И вот та работа 1905 года, о которой я рассказывал, это был, в общем, последний большой гвоздь, который он забивал в гроб квантовой механики. А при этом квантовая механика-то, она не в этом гробу лежала, она во все работала вне этого гроба, и каждый год приносила огромные успехи, огромные достижения, в том числе и практически. Несколько лет оставалось за создание теории полупроводников и создание первого диода и транзистора. Транзистор 48-й год. Уже готовый транзистор 48-й год, а теория была написана в 30-х годах. В конце 30-х годов были написаны основы теории контакта металлополупроводника и так далее. Ждем вопросы из районных центров. Есть там человек. Еще раз, пожалуйста. В чем сущность тройной телепортации? Под тройной, что вы понимаете? Японские ученые, японскими учеными совершена тройная телепортация. Ну, это информация из газет, по этому, из журналов, да? Вы знаете, вот для телепортации не обязательно использовать две части. Есть более сложный протокол. Используйте три, четыре, много. Существует огромное число схем сегодня. Поэтому я не очень понимаю, что имеет в виду вот журналист в этой газете. Обычный журналист, он какую-то такую яркую фразу выхватывает из контекста, ну, ее вот подает широким массам трудящихся. Повторяю, что обычные телепортационные схемы редко используют две частицы, обычно больше частиц. Это связано просто с некими техническими моментами. Здесь вот так сходу не прокомментировать. Но обычные телепортационные линии связи работают со многими частицами, не обязательно с парой. Второе. Я рассказывал идею, изюминку. То, что есть на вот этих схемах, реальной такой линии, насколько я знаю, нет. Протоколы сложнее. Если бы можно было сделать прямо вот это, я думаю, додумались бы раньше. Скажите, пожалуйста, возможно ли сейчас уже на практике получить вот эти Белловские частицы и на каком принципе работает этот передатчик их разлета? Прекрасный вопрос, спасибо. Значит, Белловские пары сегодня генерируются только одним способом. Есть, значит, такая операция, называется она параметрическое деление фотонов. Нелинейный кристалл, любой нелинейный оптический кристалл может преобразовывать фотон удвоенной частоты в два фотона частоты омега и омега. Это называется нелинейное преобразование. Вот оказывается, что такой нелинейный, как говорят, параметрический делитель от частоты выдает фотоны именно в Белловском состоянии. Вот тут повезло. Вот есть в нелинейной оптике, в лазерной физике, конкретное устройство, которое, если его освещать немощным светом и отдельными фотонами, будет давать то, что вам надо. И вот эти вот Белловские фотонные пары и используются в реальных экспериментах. А про второй источник я вам, пожалуй, сейчас и не назову. Вообще для квантового компьютинга используется сегодня, ну, 7-8 реальных физических, предполагается использовать 7-8 реальных физических объектов. Это электроны в пузырьках жидкого гелия, это сверхнизкие температуры, это электроны в квантовых ямах, это ядерные спины, это база конденсирования частиц, опять сверхнизкие температуры. Но реально сегодня сделано только на фотонах. Все реальные телепортационные схемы работают только на вот этих самых фотонах. Я других не знаю, по крайней мере. Ответил, да? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Значит, такой вопрос. А где вообще в Санкт-Петербурге есть ли такая вот телепортация? Вы знаете, в нашем городе есть два теоретика, которые работают в вузах, которые пишут статьи теоретического характера. Вот. Значит, экспериментальные работы, насколько я знаю, эти в нашем городе, по-моему, не ведутся. В Москве такого рода работы, по-моему, есть. То ли в Москве, то ли в Подмосковье. Вообще у нас это не очень сегодня разве. Ну, вы знаете, что лет 17 назад в октябре в нашей стране кормить перестали. Практически полностью. Ну, в общем-то, не очень удивительный результат. А вот теоретиков несколько активно работающих в нашей стране есть. Есть в Москве, есть вот несколько человек у нас в нашем городе, в Петербурге, есть в других городах. Но это небольшое число людей. Экспериментально не знаю. Хотя традиционно в Советском Союзе и в России была очень сильная школа нелинейной оптики, лазерной физики. Ну, вы знаете, что мазер-то изобретение наполовину наше, Бас Фрохоров, да, Нобелевская премия. И очень мощные лазерные школы у нас были. Ну, вот в Ленинграде есть в Старственной оптический институт, точнее, те институты, которые сейчас из него почковались. Вот там были очень мощные школы. Но, насколько я знаю, там этих работ не ведется. То, что я не знаю, ничего не значит. Я не специалист. Насколько я понял, основное преимущество квантовой телепортации это абсолютная безопасность передачи сигнала. А вот еще какие-то преимущества существуют по сравнению с обычными каналами? Думаю, что нет. По скорости передачи данных сегодня это сильно уступает обыкновенным каналам. Ну, и просто потому, что в современных протоколах принято такое положение. Любое нарушение процесса передачи считается подслушанным. Это автоматически ведет к сбросу информации и начало новой передачи. Это может продолжаться, как вы понимаете, сколько угодно долго. Вот в этом смысле, с точки зрения скорости передачи данных преимущества никаких. И с квантумными компьютерами похожая история. Там очень много шума. Каждый день в мире появляется несколько десятков статей по квантумным компьютерам. Я говорю каждый день, я не оговорился. Существует электронный архив научных статей, в который вы можете положить научную статью, как говорят, 24 на 7. То есть 24 часа 7 дней в неделю. Робот примет, запротоколирует время получения статьи, проставив секунду. День, часть, минуту, секунду. И через день в интернете появится на соответствующем сайте аннотас эти статьи. Любое может и скачать. Сервер бесплатный. Вход свободный. Ни пароли, ничего не надо. Так вот там существует в разделе физика, подраздел квантовая физика. Вы можете зайти туда. По понедельникам, вторникам, средним, четвергам, пятницам информация добавляется новая. По выходным сервер отдыхает. Вот, значит. И увидит, что в раздел квантовая физика ложится 10, 15, 20 статей каждый день. Из них почти все про квантовый компьютер, на квантовую телепортацию. Вот уровень работы, понимаете. Интенсивность работы. А то, что реально достигнуто, я вам уже сказал. Недавно квантовый компьютер разложил 15 на простые множители. Это на самом деле серьезное достижение. Дело в том, что квантовый компьютер создается для решения одной задачи. Одной. Взламывание знаменитого кода РСА. Дело в том, что кодирование в современных линиях связи используется обычно в некий один тот же алгоритм. Вот он не раскодируется, потому что он сделан так, что на раскодирование требуется огромное время. То есть это классический кодировщик, который, как всякий классический кодировщик, можно расшифровать. Вопрос в другом. На расшифровку потребуется практически неограниченное время. Вот так обстоит дело. Так вот на квантом компьютере взломать этот шифр можно будет быстро. Вот это единственная практическая задача, для которой сильно остается квантом компьютера. Но это теми, кто работает за деньги. А в основном-то занимается этим без интереса, конечно. Потому что пока практическая применимость этого дела сильно. под сомнением. Кстати, есть очень интересная статья пессимистов. Год или два назад была такая замечательная статья нашего специалиста Миши Михаила Игоревича Дьякнова. Он работает во Франции уже довольно давно. Он написал замечательную такую короткую обзорную статью под названием «Квантовый компьютер. Взгляд из лагеря врага». Так, из «View from the Enemy Camp». Вот. И вот там приведены аргументы, почему этого не может быть. Реально. Реально, конечно. Почему нельзя построить квантовый компьютер? Причины очень серьезные. В общем-то, я думаю, их все сознают, кто занимается. Ну, как известно, в истории так уж много раз бывало, что вот что-то нельзя делать, а потом делают. Почему передатчик передающий не может разделить электроны на которые ему нужно и которые не нужны? Ну, вот вы это спрашивали. Действительно, можно отобрать нужные электроны и посылать только нужные. Все нормально. Но правда, есть одно но. Когда вы вот этим занимаетесь, то вы получаете электрон, который не нужен, но его напарник тоже улетел. Как его ловить-то? Понимаете, да? Поэтому это не очень... Я думаю, технически можно реализовать то, что вы говорите. Но вопрос в другом. Значит, повторяю, это один из возможных протоколов. Отобрать нужные и выкинуть ненужные. Но с моей точки зрения, посылать информацию верь-не-верь, верь-не-верь, лучше. То есть принимать всех, ну, у одних оставлять единицу или нуля, а у других менять на противоположную. Так он вроде лучше. Во-первых, скорость передачи выше. Во-вторых, взлом сразу будет виден. Не поймал частицу? Все, привет. Понятно, да? В вашем варианте будут непойманные частицы. Непойманные частицы не поймешь. То ли вас подслушивают, то ли это просто плохая информация. Вам не нужна. Здесь широкое поле для изобретательства. Сегодня напридумано огромное количество протоколов. Все возможно. Дальше это вопрос уже такого инженерного творчества. Изобрести, зная физическую информацию, создать что-то новое. Это дело инженера. Дело очень, как говорится, сложное, очень интересное, очень почетное. Физики, вот они свое вроде как сделали к своему изюмлению. Ну что, наверное, вопросов больше нет. Спасибо большое, Александр Иванович, за интересную, яркую, живую, познавательную лекцию. Вам большое спасибо, что пригласили меня, поскольку мне не часто приходится бывать аудиторию, где столько заинтересованных, живых. Класс. Спасибо, ребята. Мне действительно было очень приятно. И, как говорится, с удовольствием к вам приехал, посмотрел на то, как вы тут живете, как учитесь. Дай вам, дай вам Бог, как говорится, здоровья и успехов в вашей дальнейшей деятельности, в вашей карьере и в вашей созидательной работе. Я специально об этом говорю, потому что у нас сейчас как-то в моде карьеры, деньги и все остальное. Все хорошее делается не деньгами и не карьерой. Все хорошее делается естественным, живым интересом к своему делу. Если в стране все хорошо организовано, то естественный живой интерес к своему делу, будь то музыка, физика, математика или строгание рубанком каких-то хороших вещей, оно будет оплачиваться. Если в стране не очень все хорошо, то оплачиваться не будет. Поэтому я хочу вам пожелать, чтобы вы построили, немножко подправили то, что у нас происходит, чтобы настоящий труд еще и к настоящему оплачивался. Теперь это тоже зависит от вас тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо.